Брак без любви чреват любовью вне брака. Цитату приписывают Бенджамину Франклину. Меня зовут Екатерина Землянова и это проект «Живые души», где мы учимся жить в ладу с собой, другими и миром в целом. А тема сегодняшней передачи – измены. Что это такое? Почему они возникают? И многие другие вопросы мы обсудим с психологом, с психотерапевтом Виталием Жихровым. Здравствуйте, Виталий. Прежде чем мы начнем погружаться в тему измен, мне хочется спросить немножко про вас. Как вы пришли в своей психологической практике к тому, что сосредотачивается именно на теме отношений? Какой был ваш путь к этому? Психология, она вообще очень сильно связана с женщинами. А женщины – это про отношения. Я когда учился в группе, у нас было всего 3-4 мальчика, а остальные группы, участницы группы – это женщины. И я знаю статистику, вот в психологическом обучении, да, большинство – это женщины. Ну и так случилось, что женщины интересуются больше отношениями, включены в отношения. И поэтому клиенты больше всего женщины у психологов, да. И поэтому хочешь не хочешь, эта тема, она заставляет, увлекает в себя, как бы погружает в себя. И приходится разбираться в разных аспектах этих тем. Сколько лет вы уже исследуете, изучаете? Ну, больше 20 лет. Ничего себе. То есть вы уже прям у нас эксперт, прям серьезный. А сегодня тема, которую мы хочется с вами обсудить, это тема измен. И в современном мире немножко размазалось это понятие, что такое измена. То ли это секс на стороне, то ли это человек борщ поел, не жены, то ли сериал посмотрел, который мы вместе вообще-то смотрим, а ты посмотрел без меня. Вот это новый вид измены, который я слышала. Что же такое измена, как ее от неизмены отличить? Ну, все очень индивидуально, и люди для себя сами определяют, что такое измена, что такое неизмена. Для кого-то лайк, да, под постом, это уже до драки может довести, да. Ну, реально. Для кого-то смс-ка, а для кого-то, может быть, и секс с другим партнером не быть изменой. То есть тоже такие есть ситуации. Поэтому это, ну, и пара внутри себя определяет, вот что граница допустимого, что возможно, что невозможно в отношениях. То есть, грубо говоря, измена – это нарушение какой-то договоренности, получается? Вот мы договорились, я договоренность нарушил, и это получается измена. Ну да, причем договоренности бывают явные, а бывают подразумеваемые договоренности. То есть мы, вступая в отношения, несем какой-то, ну, набор требований таких культурных, родовых, да, что хорошо, что плохо, и подразумеваем по умолчанию, что это так должно быть, и какие-то вещи, к сожалению, не проговариваются. Вот, и один думает так, а другой думает эдак, и потом случается что-то экстравагантное. Ну, идеально, если получается проговаривать, тогда большая часть проблем снимается просто. Я люблю такое выражение, что, ну, нет каких-то общих правил про то, что такое брак. В каждом отдельном случае пара вырабатывает свои правила, принципы, законы, как она будет жить и как ей хорошо жить в этом мире. То есть как договорятся, так и правильно. А вот есть, то есть я люблю еще про стереотипы с экспертами разговаривать, потому что вот в пространстве висит какая-то идея, насколько, она же, во-первых, не просто так висит, а во-вторых, насколько она с реальностью вообще соотносится. И одна из частых таких стереотипов в данной теме, это то, что мужчины полигамны в природе, а женщины моногамны. Что вот типа мужчины изменяют, ну, это, ну, как бы нормально, что поделать. А женщины, это опасно очень. По вашему опыту, есть ли разница между мужчинами в плане измен и женщинами? Статистика говорит, что разница невелика. Да, ну, и потом, с кем изменяют мужчины, если не так. Ну, афорос. Как бы, поэтому просто, ну, мужская сексуальность, она более легализована, и поэтому она более явна. А женщинам приходится больше шифроваться, потому что последствия раскрытия и известности какой-то, они... Более драматичны? Более драматичны, да. И проводили даже такое исследование, когда женщин прямо открыто спрашивали какие-то щекотливые вопросы. Ну, не обставляя это как-то безопасно, да. И второй вариант. Те же самые вопросы, но в условиях безопасности. И ответы были очень сильно разные. Все мы стремимся хорошими девочками перестать побольше. Ну, да, да. Социальное давление, к сожалению, такое, что женская сексуальность, она под табу. Тоже, кстати, интересная тема для разговора. Вот возьмем ситуацию измены. И есть ли какие-то стадии, которые семья проживает, столкнувшись с изменами? Там мы знаем, как бы, есть стереотипное уже, мне кажется, понимание про переживание горя. А вот с изменами, есть ли в семье какие-то этапы, которые семья проживает, столкнувшись с таким явлением? Ну, тоже сильно зависит от того, как первоначально отношение к измене. То есть, как я обозначаю для себя, катастрофично это для меня или не катастрофично. Я так это буду и проживать. То есть, тяжесть зависит от отношения, от вообще ширины понимания вопроса, от того, какой опыт был в моей семье, как я слышал, как реагировали там близкие мамы, там родственники или еще как-то. То есть, так я и буду переживать. Ну, а стадия переживания, она действительно классическая, как вот стадия переживания, утраты. Потому что, ну, это правда некая утрата своих представлений о хорошем и плохом, о своих каких-то надеждах в жизни. Что-то умирает, и, ну, человеку неизбежно приходится с этим справляться. И поэтому стадии, они классические, шок там. Давайте проговорим, потому что это, ну, как мы понимаем, может быть, зрителям может быть интересно. То есть, шок сначала, типа, вот, не может такого быть, да? Шок, отрицание, вот, потому что, ну, кажется немыслимым, как такое могло произойти со мной. Вот, потом стадия торга, я пытаюсь, ну, как-то вернуть все статус-кво. Может быть, нет, может, можно договориться, может быть, можно сделать так, что ничего не было. Да, потом агрессия, депрессия и стадия принятия, что, ну, все-таки это так, и я теперь учусь с этим жить как-то. То есть, это необратимый какой-то процесс? То есть, если семья вошла в этот опыт, то, ну, это действительно утрата, и как прежде уже точно никогда не будет? Это утрата чего-то прежнего, да, правда, и создание чего-то нового. То есть, я бы не хотел бы рассматривать вот измену как что-то катастрофическое такое, да, потому что это тоже определенный этап жизни семьи и определенные испытания для семьи. И на самом деле это маркер того, что в отношениях просятся какие-то большие перемены, что, ну, измены не возникают на ровном месте, что в отношениях вот все ровненько, и кто-то один виноват, и вот оно пошло. Ну, нет, не так. Вот, в отношениях что-то не так, и важно заглянуть в это, что не так. Если получается это разобраться в этом, то следует, ну, более гармоничная, другая стадия отношений, более зрелая. Давайте заглянем, это же очень интересно. Вот если там опираться на ваше знание, на вашу практику, какие изменения могут проситься через такую форму? Человек, во-первых, когда у него кто-то появляется, а другой человек появляется на какую-то потребность. И эта потребность, она не удовлетворяется в текущих отношениях по какой-то причине. Это неприемлемо об этом говорить, это там страшно об этом говорить. Другой партнер категорически не готов чего-то слушать, чего-то, да? А, как правило, потребности задеваются фундаментальные, что человек не может без них жить, они для него важны. Например, что это может быть? Потребность во внимании, это может быть не так фундаментально звучит, но, тем не менее, да? Потребность в общении, в разговаривании просто, да? Мужчины часто грешат тем, что они не очень сильно любят разговаривать с женщинами, да? А с женщинами важно разговаривать. И когда находятся уши, которые прекрасно слушают, ну, женщина плывет. Или ощущения ценности, допустим, не хватает, что, ну, что ты значим, что ты важен, вербального какого-то словесного признания, да, вот этого. И опять же, когда находится, кто дает в это место, ну, человек просто расцветает, и, ну, естественно, он тянется туда, куда ему надо. Туда, где ему надо. Еще какие могут быть причины, то есть, ну, какая-то потребность удовлетворена? Еще могут быть, то есть, если не при потребности, просто другое может быть? Ну, там есть такие женские причины, есть мужские причины, они разные. Вот. Женские причины. Ну, женщинам важно, ну, первое, я сказал, что разговаривать. Женщинам важна обеспеченность мужчины, чтобы мужчина с деньгами был. Если мужчина проседает по деньгам, да, то это подрывает, ну, надежность такую базовую. И, ну, как-то начинает ощущаться неуют, дискомфорт, и хочется вот это восполнить, как бы, да, ощущение стабильности. Для женщин важно, чтобы мужчина принимал то, чем женщина, там, творческие какие-то проявления, учеба, я не знаю, там, макраме, рисование. Если мужчина к этому относится с уважением, с принятием, там, да, как-то не фрустрирует, не называет это фигней, да, куда ты пошла, там, что ты ерунду разной занимаешься, да. Потом для женщин важна нежность, тактильная нежность, обнимашки, там, целовашки такие вот, вот это вот. Ощущение, что мужчина может быть хорошим отцом, что он заботится о детях, вот это, как правило. Вот. Для мужчин важно, ну, для мужчин важен секс, это одно из первых, да. Для мужчин важно восхищение, чтобы женщина впечатлялась, уважала и восхищала его за какие-то его, там, поступки, достоинства ценила. Вот. Важно, чтобы она была, ну, такой спутницей по хобби, по интересам, таким, что если там футбол, футбол, да, соратница, хорошее слово, да. Если это рыбалка, то соратница по рыбалке. Или, как минимум, там, ну, чтобы палки в колеса не вставлял, ну, как лояльно к этому относилась, да. Вот. Это важно. А для мужчин важно, чтобы женщина была привлекательная, красивая, да. Причем красивая, привлекательная, это что значит? Это то впечатление, на которое мужчина включился, когда вы знакомились, там, да. Вот. И часто бывает то, что в начале, в период знакомства женщина как-то старается вот эту красоту создать, а потом, когда начинается жизнь, быт, это уже становится неважно, дети, и да куда там, столько забот, какая красота. Как в той шутке, все, можно слазить с диетой, я уже замужем, да. Мужчин такой был. Но в измене же еще есть третий элемент, вот тот, как вы говорите, с кем изменяют, а с ним что происходит? Как так получается, что он вписывается в эту историю чужой? Ну, это тоже человек со своими дефицитами, который комплементарно попадает в дефицит того, там. Тоже потребности получит? Да. Например, какая потребность может быть? Одиночество тупо. Ну, человек не с кем общаться, не с кем там проводить время. Ну, а самое такое, я думаю, самый такой фундаментальный триггер – это ощущение собственной ценности в глазах другого, ближнего, близкого. Да, ощущать себя уникальным, единственным, неповторимым, если когда кто-то это дает, вниманием своим, да, там, цветами, или, там, комплиментами, восхищением. Ну, все, вот это вот. Ну, все-таки мне очень понятно, то есть, вот эти же потребности можно удовлетворить, ну, грубо говоря, не влазя в чужую семью. А почему вот именно такой способ выбирается, когда, ну, то есть, человек, с которым, извиняя, это идет в чужую семью? Самая беда, что нет такого, что кто-то специально выбирает специальный способ, да. Самая беда та, что это спонтанно складывается. Вот если бы человек специально об этом думал, размышлял и искал, не было бы беды, да. Вот, а поскольку это в зоне неосознаваемого находится, то человек куда вынесет, там, как бы, там он и окажется. Вот. Вот. Поэтому хорошо заниматься самопознанием, ходить к психологу периодически, да, как-то заглядывать внутрь себя, чтобы понимать, что я хочу, что для меня важно в жизни. Учиться общаться с другими людьми, чтобы эти свои важности доносить и учиться, учить, ну, учиться, чтобы на эти важности откликались другие люди. А вот, ну, вот в историях со изменами там же есть еще такой элемент, что это же не просто нарушение договоренности, да, как бы, там, в своей семье договоренности. Там еще есть элемент какой-то тайны, что ты нарушил договоренность, и ты все это, как бы, скрываешь. А вот вопрос, ну, тоже часто, когда про изменения разговариваешь, со изменения спрашивают, вот как лучше, как безопаснее, как правильнее рассказывать, если что-то было. Ну, то есть партнер, допустим, не знает, сам, вот информация не всплыла спонтанно. Имейте смысл, то есть нужно ли полезнее сказать о том, что что-то было, или лучше таить дальше, скрывать сильнее. Ну, нужно отдавать себе отчет, зачем я это говорю, потому что некоторые раскрытия могут разрушить отношения, разрушить другого человека. То есть, ну, правда, это такая вещь очень сильно обоюдоострая, и поэтому нужно сильно взвешивать. Я думаю, что в первую голову важно было бы общаться с психологом все-таки, раскрывать эти тайны, да, и потом уже соотносить. Потому что часто человека, ну, изнутри там давят вот это вот, но я не могу больше это в себе носить, мне нужно это обнажить, да. И вроде бы другой с понимающими глазами кажется, сейчас я туда дам, и ты вкладываешь, и получаешь взрыв термоядерный, да, не ожидая того, и потом не знаешь, как с этим справляться. То есть, сначала тайну раскрываем психологу, а потом, может быть, а может быть, нет. Да, разобраться самому сначала, да, в себе, что со мной не так, что там, что может быть, вот, скорее, может быть, имеет смысл больше говорить об отношениях, вот, что в отношениях не так, как в отношениях можно что-то там добавить или там изменить. И, ну, я не думаю, что все полезно говорить, что с каждым в паре происходит, не все полезно. То есть, какие-то тайны свои, собственно, должны быть? Ну, однозначно, однозначно. А чем опасно, если, потому что некоторые же превозносят это, как, ну, какую-то доблесть имею, но вот у меня вообще нет секретов от моего любимки. Это как раз такой секрет убийства страсти в отношениях, когда пара становится известной друг для друга и такой проницаемой. Другой человек перестает быть просто неинтересен. Угу, пресловутая прочитанная книга. Да, страсть всегда она к тайне, она интерес к тайне. Вот, а если я другого знаю, как свои там пять пальцев, да, нет ничего в нем интересного, но и все, и отношения начинают угасать. Это тоже, кстати, может быть одной из парадоксальных причин измен. Да, поэтому важно иметь какую-то свою жизнь, право на свою жизнь рядом с другим, потому что часто в паре не существует такого права. Партнеры не готовы давать друг другу из тревоги, из страха, там, такое право на свою жизнь, на собственную жизнь. Тем самым не подозревая, что они растят вот себе такую большую подножку в будущем. Поэтому тайна – это большая такая ценность в отношениях. Способность доверять настолько, чтобы давать права тайне другому. Красиво сформулировали, действительно. А вот еще есть такой феномен, то есть я думала, что это выдумки киношников, но пообщавшись с окружением, поняла, что это реально такое существует. Так называемые проверки. Это когда в паре один другого провоцирует, провоцирует на измену и типа смотрит, как он себя поведет. Что это такое? Что это за феномен такой? Ну, это из страха, из тревоги, из какой-то своей, я не знаю. Может быть, это как управление ревности? Как вообще ревность связана с темой измен? Она как-то связана? То есть ревность, она скорее провоцирует или уберегает пару от вступления в такой опыт? Ревность – это вообще здоровое чувство, которое необходимо для того, чтобы оберегать свои границы. Если я чувствую, что мои границы нарушаются, я, естественно, стремлюсь что-то сделать, чтобы эту границу сохранить. То есть вот эти проверки, они могут продиктованы стремлением защитить свои границы, по большому счету? То есть что ты проверяешь проницаемость этой границы каким-то искусственным образом? Ну, здесь сложно сказать. Здесь я скорее чувствую такую тревогу непонятную. Но это не самый здоровый способ проверить границу. Это вот опять же про недоверие, про то, что в паре не про все можно говорить. Да, я таким вот манипулятивным способом пытаюсь там, либо я отомстить пытаюсь, да, так вот щелкнуть по носу таким способом. А вот измены из мести бывают? Бывают, но они не работают, они не сильно помогают. Кажется, что и эта таблетка мне поможет, и я иду в это. Но не помогает, потому что, ну, в другом месте причина, корень в другом. Вопрос про детей в семье, которые проживают измены. То есть как на младших членов семьи влияет какая-то вот такая история, где есть тайна, где есть нарушение договоренности? Как они проживают это? И что по-хорошему родителям бы сделать, чтобы минимизировать ущерб? Ну, дети переживают любое напряжение в семье, и это, может быть, усугубляется тем, что они не понимают, что происходит. И часто дети могут на себя, себе приписывать причину, что это из-за меня случилось. И вот это беда. И с ребенком важно быть в контакте, с ребенком важно разговаривать, ну, может быть, максимально, насколько это возможно, правдиво, с того, что происходит. Потому что, ну, из заботы о детях родители часто берегут их от правды жизни, да, и делают их, как бы, ну, не понимающими, опять же, как жизнь устроена, отношения устроены, и что в отношениях может быть, и что в них может происходить. А ребенок обучается на живом опыте непосредственном. И всякая ситуация в семье, в том числе и измены, это такой, ну, ценный опыт, который ребенок тоже может взять, там, для будущей жизни, для своей. Понимая, там, ну, на каком-то на своем, понятно, что детском уровне, вот, что такое мужчина и женщина, как между ними устроены отношения, там. Угу. А как на последующую будущую жизнь, вот уже, допустим, дети столкнулись с такой историей, как это влияет на их будущие семейные стратегии, вот, опыт измены, там, родительской семьи в детстве? Все беды от неосознанности, от того, что человек не понимает, что в его жизни происходит и как происходят те или иные ситуации, вот. Что бы в жизни не было, да, какая бы родовая история не была, если я понимаю механизмы этого, ну, это не влияет, я могу рулить своей жизнью туда, куда мне нужно, и это не будет мне мешать. Бывает, вот, родовые передающиеся сценарии, допустим, недопрожитый опыт в семье, там, мамы и папы может продолжаться в том, что я пытаюсь через свою жизнь этот опыт завершить, проживая такие же самые ситуации. То есть, грубо говоря, если папа изменял, я, допустим, сын, я выхожу в свою семейную жизнь и начинаю изменять, чтобы допрожить. Да, но там, скорее, по-другому этот механизм работает, потому что, ну, в основе неизменно лежит, а в основе то, что отношения не складываются по каким-то причинам, то есть папа с мамой как-то так взаимодействует, что у них катастрофа в отношениях зреет, и я-то учусь на примерах папы и мамы, как они общаются, и я, получается, в себе это несу, я потом транслирую это в свои отношения, и, соответственно, те же самые грабли, прихожу, наступаю, это вот так работает. И поэтому вот саморазвитие, психотерапия – это такой хороший способ останавливать на себе вот эти родовые сценарии, чтобы эти родовые сценарии не шли дальше, там, моим детям не передавались по поколению. И вот, если я правильно понимаю, что, ну, как бы, одно из того, что утрачивается, да, как мы говорим, что это проживает горе семья, что-то утратилось, и одно из того, что утратилось в такой истории, это может быть доверие. Есть ли какие-то способы, практики, даже пережив такой опыт, это доверие снова выстроить, снова восстановить? Да, да. Доверие восстанавливается, если, ну, правда, чувствуются шаги навстречу, чувствуется искренность этих шагов, да, ну, тогда вот доверие возможно. Если, допустим, мы там договорились о чем-то, да, что мы там новый этап отношений какой-то пробуем создать, да, но я вижу, что партнер продолжает что-то увиливать, утаивать или как-то нарушать договоренности, ну, то доверие никогда не создастся, то есть доверие – это такая, ну, тонкая материя. Бывает еще такое, что, ну, даже не с отношениями связано, а с тем, что, в принципе, мне трудно и невозможно доверять, не знаю, какой-то у меня детский такой опыт, что я априори подозреваю и не доверяю. Тогда, ну, хоть кол на голове чеши другой, да, я все равно буду его подозревать в чем-то, да, вот, и что бы он ни делал, я вроде бы поверю, потом хоп, я словила какой-то признак и все рухнуло. Ну, это тоже про работу с психотерапевтом и с собой, чтобы это доверие восстанавливать. А вот современные всякие способы, ну, вот, мне кажется, там, полиамория, открытые браки, вот эти способы, как, на мой взгляд, один из способов защитить, как ни странно, границы семьи, да, от того, что будет какая-то тайна на стороне вот этого всего. Вот как вам кажется, как психологу, насколько рабочие стратегии, да, ну, то есть открытые браки или полиаморные семьи, когда, ну, официально, там, несколько, по-прежнему. Я думаю, что это такая стратегия защитить, я думаю, что, скорее, это такие человеческие эксперименты в области отношений, да, как там это, ну, и они не для всех подходят, кому-то подходит, кому-то не подходит, и там, внутри этих отношений тоже очень все не сильно просто. Плюс еще правил нету, ладно, обычная семья-то еще может на стереотипы опереться. Ну, да, потому что культура вырабатывает определенные правила, да, и они, ну, худые-не худые, но они работают, они как-то поддерживают, а здесь как бы все открыто, я до всего сам должен догадываться, и через все, там, грабли, шишки, ошибки на себе это, да. С другой стороны, и поводов поговорить больше, потому что когда нету... Да, поводов поговорить всегда может быть, главное разговаривать. Это точно. А вот, ну, мы часто просим экспертов наших дать какую-то рекомендацию, какой-то совет, вот вы там, исходя из опыта, своей практики, что могли бы посоветовать семьям для того, чтобы минимизировать риск, скажем так, встречи с изменой, чтобы вот трансформации, да, и чтобы изменения вот эти происходили каким-то более менее травматичным способом? Да, во-первых, не надо катастрофизировать то, что произошло, да, потому что можно сделать из того, что произошло, все, что угодно. Можно сделать инвалидность, можно сделать убийство, можно сделать, ну, там, бедно делать немало, да, а можно сделать прекрасные отношения, да, от меня зависит, как я буду реагировать и что делать. Вот эту вот точку ответственности за происходящее не терять. И, ну, правда, не пускать все на самотек и понимать, что я сам или сама не могу понять всех внутренних механизмов, как это устроено и как из этого выходить. И лучше всего идти к специалисту с этим разбираться. Вот. Ну, это мы говорим про лечение, да, если вы столкнулись, да, как бережно пережить. А вот про профилактику. Если вот с этой стороны посмотреть, то есть как мы можем, ну, допустим, вот даже просто, вот я как женщина, да, как могу свою семью уберечь от таких каких-то вот историй? Профилактика – это чуткое отношение к потребностям другого и чуткая реакция на них, да, как слышать друг друга, замечать друг друга, ценить друг друга, уважать друг друга. Это вот, как это ни странно, такие банальные вещи, но это и будет профилактикой. Потому что, ну, как, если я слышу, откликаюсь, уважаю потребность, да, то, ну, другому нет нужды искать эту потребность где-то еще. Ну, а не может ли бы такого, что человек идет в измену прямо из избытка? Вот у него все есть, все потребности удовлетворены, а он все равно. Можно же вдвоем тогда пойти, поураганить, поиграть, поискать какие-то. Да, если, допустим, это рвется стремление к каким-то, ну, не знаю, приключениям, ну, правда, это можно вдвоем делать. И, ну, я знаю, что пары очень экстравагантные вещи себе придумывают там. Лишь бы это двоих, ну, как двоих было приемлемо. Еще вопрос, который я хотела спросить, меня на него вдохновил разговор про буллинг. И там, значит, обсуждали, что вот есть там тот, кого травят, есть тот, кто травит, есть спасатели, там, ну, все по классике. Но что свидетели, те, которые вообще в этом треугольнике не участвуют, но просто свидетельствуют какую-то историю про насилие, что они получают тоже там в ходе травматического расстройства. А вот про людей, я хочу спросить, которые свидетельствуют чью-то историю Адюльтера, например, да, не будучи никаким углом любовного треугольника, но просто вот они, как бы, свидетельствуют это все влиятельно. Свидетельствуют? Ну, просто видят, да, ну, в компании, например, происходит, ты, как бы, все знаешь, что происходит, но ты не один из углов. Ну, как бы, просто присутствуешь, скажем так, своим вниманием в этом всем. Это как-то откладывает на психику какое-то влияние? Ну, скорее учат опыту разнообразия жизни. Ты видишь, как жизнь устроена, бывает по-разному. Ну, пока это тебя не касается, но смотри, что и так может быть тоже. То есть расширяется картина мира в этом городе. Да, да. Ну, то есть от человека зависит, как какой-то опыт укладывать себя в себя, да. Ну, можно, конечно, напугаться, да, и там в тревогу впасть, и в свои отношения наполнить тревогой, и этой тревогой все там уничтожить. И хотелось бы еще тоже, чтобы больше была практика ориентированности какой-то в нашем разговоре. Хочется спросить у вас какие-то рекомендации, что можно почитать, ну, вот, по теме измен, может быть, посмотреть фильм или почитать, чтобы расширить свою картину мира, вот, и, может быть, наработать какие-то стратегии, как можно взаимодействовать с таким опытом. Да, есть две замечательные книги на эту тему. Автор один – Эстер Паррель. Книга одна называется «Право налево», а вторая книга называется «Размножение в неволе». Там очень подробно описано, почему происходят измены, как это, вот, откуда это берется, что с этим делать, какие есть варианты, там очень много живых историй. Спасибо большое за этот интересный, познавательный для многих, я думаю, разговор. И следующая наша встреча будет посвящена неочевидной теме, которая называется «Включенное отцовство». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова